Новость о снятии запрета на продажу путевок в Турцию стала, пожалуй, самым долгожданным и радостным известием в конце прошлой недели. Как отмечает в Российском Союзе Туры Думстрии, первые путешественники могут отправиться на популярные курорты Турции уже на этой неделе. Вот только четинцев условия пребывания в жаркой стране совсем не обрадовали. Звонков было очень много в пятницу. Человек, может быть, там 10 позвонили, а прям готовы были купить треть из них. Но, к сожалению, когда не узнают, что это, во-первых, регулярка, а во-вторых, собственно говоря, цена такая высокая, люди, конечно же, не покупают эти турниры. С тем ночей, да, с прилетом из Иркутска на регулярных ритм, в минимальном трезвездочном отеле стоит 194 тысячи рублей на двое. Но обычно туристы в Турцию едут в пятизвездочные отели. Если посмотреть, то есть такой вариант, то есть он уже переваливает за 200, то есть 216. Кроме цены на путевку, четинцев, как и всех россиян, смущает сегодняшняя совсем неспокойная обстановка в Турции. Вот как отзываются о запогорном отдыхе на различных интернет-форумах. Не, в Турцию однозначно лететь не стоит, так как там неспокойно. Обстановка может поменяться буквально за несколько дней. Рисковать не стоит. Мы собираемся в августе с мужем и дочкой. В прошлом году мы ездили в Египет. Когда путевку купили, все поголовно кричали, куда же вы едете, там война. Приехали, все спокойно. Хорошо отдохнули, даже в Каир на экскурсию съездили. В любом случае, выбор всегда за самим туристом. Есть средства и уверенность в благополучном возвращении на родину. Можно смело греться под лучами турецкого солнышка. А всем остальным добро пожаловать на российские курорты. Анастасия Салтанова, ЗАП-ТВ